И следующий наш спикер – это Александр Кирсанов из ВКонтакте, который расскажет сегодня про KPHP. Привет, Саш. Добрый день. Привет всем. Я, конечно, никого не вижу, только себя. Расскажи пару слов о себе, чем ты сейчас занимаешься, над какими проектами работаешь. Ну, сейчас я уже несколько лет ВКонтакте работаю. Я руковожу командой бэкэнд-оптимизацией. Наша команда делает много внутренних вещей, которые никто не замечает, но без которых ВКонтакте бы не работал, по крайней мере, так быстро. Главное, что мы делаем, это как раз наш компилятор KPHP, а также всякие разные оптимизации ядра сайта на уровне компилятора, движков, протоколов и всего, что с этим связано. Про это мы и сегодня поговорим. Расскажи, как ты попал в ВКонтакте? До этого много занимался всякими разными там стартапами, ничего не получалось, слетали только бесплатные, потом пошел заниматься хакатонами, и вот хакатон ВКшный выиграл, и меня позвали. А вот этот KPHP, онбординг вообще тяжелый, тяжело въехать, понять и разобраться, как этим пользоваться? Для наших бэкэндеров, для KPHP-разработчиков имеешь в виду? Да, да. Ну, на самом деле, раньше было намного тяжелее. Вот мы этим делом занимаемся чуть больше двух лет, наша команда, и, скажем, два года назад действительно все было максимально плохо, а сейчас все не максимально хорошо, но, по крайней мере, хорошо, потому что мы очень сильно его прокачали, и мы развеем также несколько мифов сегодня насчет того, на PHP какого уровня мы пишем в ВК. А что изменилось? Вы какую-то внутреннюю документацию добавили или просто сам компилятор улучшили, он такой юзер-френдли больше стал? Ну, мы сейчас поддерживаем практически весь PHP, именно там 7.4, можно считать. Это не то, что было несколько лет назад, когда мы все на функциях писали. Сейчас, по факту, полноценный язык, только просто который намного быстрее работает, чем обычный. Не было такого, что ты пришел, думал, вот я сейчас буду писать на новом PHP, а теперь говорят, нет, никакого OPE, только функции, и такое у тебя мотивация падает. У меня-то как раз такое и было, потому что я пришел бэкэндером в ВК, занимался сообщениями, и на тот момент была вот самая-самая первая версия КПХП у нас, где ничего не было, и я сидел и думал, как вообще могут люди писать на таком. И, собственно, решил это дело улучшить, и 1 января пришел на работу, сделал гид-клон к АПХП и начал это дековырять два года назад с половиной. И с тех пор, на самом деле, вот все, кто к нам приходят, уже нет такого, потому что мы это дело все существенно прокачали, теперь у нас полноценный язык, полноценный компилятор. Для тебя это было прям больше как челлендж. Что ж, спасибо за ответы. Что ж, давайте послушаем доклад Саши. Тебе слово. Хорошо. О, вижу теперь презентацию свою. Добрый день, уважаемые слушатели. Я уже представился. Зовут меня Александр Кирсанов. Я руковожу командой бэкэнд оптимизации ВКонтакте. Я уже говорил то, что мы проделали серьезную работу над КПХП, про которую мы сегодня поговорим. Но хотелось бы начать с небольшой истории. Я когда приехал в Питер в 2007 году поступать в универ, общагу не давали. Я жил тогда в какой-то коммуналке, снимал. И в соседнем дворе была вот такая надпись. Это оттуда фотка. Было написано «Ничего нет». Я подолгу стоял, смотрел на эту надпись, думал. И на самом деле она вот очень четко отражает те времена и то состояние, которое было в веб-разработке и в разработке в принципе. Ведь по факту действительно тогда ничего не было в 2007. Все, к чему мы привыкли сейчас, тогда ничего не было. Не было веб-пака, реакта. Как и не вам, потому что нечего было паковать, и вообще Node.js не было, не было Rust и Go, не было C++11. В вебе только там начинал зарождаться jQuery, и E6 еще даже не набрала популярность, и DE от jQuery даже не было. Ничего не было. И в те времена как раз зародился ВК. поскольку ничего не было, был по факту только PHP, вот такой старинный, каким он там был столько лет назад. ВК написался на PHP, использовал MySQL и резко обзирал популярность. Стало очень много пользователей, и мы стали сразу, ну точнее не мы, а тамошняя команда, начала упираться в производительность. Сначала уперлись в MySQL. Не хватало производительности, хотелось быстрее, поэтому от MySQL постепенно отказались и написали кучу своих движков. Это было достаточно, ну не то чтобы просто, но это было, по крайней мере, обозримо, отказаться от MySQL и написать все заново. Потом уперлись в PHP. Но все мы знаем, что когда у тебя проект, и когда он у тебя уже на чем-то написан, и когда сотни тысяч строк или миллионы строк кода, язык уже не сменить. Единственное, что оставалось, это попробовать, не меняя код, по крайней мере, существенно, оставаясь на PHP, ускорить так, чтобы это работало быстрее. И вот тогда та прошлая команда сделала самую-самую первую версию к PHP. Это было где-то 2013-2014 год, которая долгое время не менялась. Она действительно практически не поддерживала ничего из современной тенденции. Там были только функции, не было никаких того, что сейчас можно завязать на IDE и прочее. И сейчас это какое-то время стояло, и вот пару лет назад мы к этому подключились, очень сильно продвинули к PHP вперед. И сейчас, соответственно, как компания, мы получаем еще больше профита, чем раньше, и не страдаем, потому что у нас не функции, а мы пишем на полноценном языке. Поэтому о чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим про то, что такое KPHP, как он устроен. Мы сравним KPHP с PKP. Чем мы отличаемся? Что мы поддерживаем, что мы не поддерживаем? Где мы быстрее, где медленнее? Я отвечу на такой вопрос, когда все-таки будет open-source этого дела, раз уж мы за это принялись. Начнем. И в ближайшие 10 минут мы с вами рассмотрим полностью, что происходит с KPHP-кодом, который пишут разработчики. От того момента, как он пишется в редакторе, до того момента, как он в скомпилированном виде исполняется на продакшене у нас. Как, возможно, кто-то знает, наш компилятор, что он делает? Он берет KPHP-код и на самом деле придумывает альтернативный C++-код. То есть, ну, в смысле, не альтернативный, а C++-код, который также работает. Он берет все исходники и конвертирует в плюсы. Мало сконвертировать это в плюсы, потому что, ну, в PHP есть куча всяких разных функций, стандартных таких. Есть массивы, хеш-таблицы, которые либо вектора, есть строки, которые странно себя ведут иногда. Это все тоже нужно реализовать, чтобы C++-код работал. И помимо этого нужно сделать так, чтобы это работало как веб-сервер, чтобы заполняло те же самые супер-глобалы, чтобы точно так же сбрасывало состояние после каждого запроса и, в общем, вело себя так же, как PHP в плане еще и сервера. Получается, вот такие к скодогенеренному виду мы добавляем вот стандартную библиотеку по факту и добавляем веб-сервер. Я думал, с чего бы, как это получше рассказать, и решил, что проще всего давайте рассмотрим какие-нибудь примерчики. Мы будем рассматривать небольшие PHP-примеры и что получается в плюсах. Вот, например, кто-то написал A равно 8 на 9. КПХП из этого сделает следующее. Он поймет, о, 8 на 9 целые числа, значит, можно переменную A представить как целое число int64 и сгенерить такой код. А вот если написано 8 поделить на 9, казалось бы, то же самое, но уже нет, потому что в плюсах деление работает по-другому. Оно может приводить, как и в PHP, должно приводить к тому, чтобы число стало дробным, и поэтому это уже не int, это уже double. И деление мы просто так с кода генерить не можем. Это отдельная функция, которая там уже типы приводит и конвертит. Или, например, вот кто-то написал такую функцию, принимает параметр, возводит его в квадрат, печатает. Что из этого сделает КПХП? Он тоже сделает на самом деле функцию. Но главное что? Он проанализирует все возможные вызовы и поймет, что функция вызывается только с целыми, только с дробными. И, следовательно, это можно общить до дробного числа, до double плюсового. Поэтому параметр val, он будет double. В PHP мы можем писать, конечно, в PHP 7 type hint, но если мы этого не делаем, компилятор все выводит. Или, например, вот мы массивчик объявили, добавили туда двоечку. Что КПХП сделает? Он, во-первых, поймет, что это массив чисел, потому что он изначально из чисел целых, добавляются туда только целые числа, никак туда ничего, кроме проникнуть не может. Значит, это массив целых чисел. Изначально он чему-то равен. При этом то, чему он равен изначально, он вынес совершенно в отдельную память, в отдельную дата-секцию, там, линкер записал. И получился такой код. Какой-нибудь еще примерчик. Казалось бы, что такого? Получаем переменную, результат вызова функции. И вот, например, компилятор не смог вывести, что возвращает эта функция. Она иногда числа, иногда строки. Тогда у него получится что-то такое. Чтобы меньше было локаций, он пытается заранее предвидеть, сколько может быть, какой длины может быть строка следовать, насколько нужно преаллоцировать буфер, для того, чтобы потом в рантайме не преаллоцировать. И вот такие пары строчек безобидных, казалось бы, превращаются в что-нибудь такое большое. Но зато это большое, оно работает быстрее, чем если там пытаться сделать проще. А какой-нибудь безобидный forEach превращается в что-то сложное, потому что массивы в PHP – это боль. А, например, какая-нибудь вот такая штучка, когда мы… Часто мы так делаем для роутинга, например, или для каких-нибудь фабрик. Собираем, например, название функции, вызываем ее по имени. Что это с этим делать, как PHP делает? Да ничего. Он говорит, что так делать нельзя. Просто нельзя в компилируемом языке использовать, например, обращение по именам, вызов по именам, создание классов по именам и так далее. Вот мы с вами рассмотрели несколько примеров. И что нужно было самое главное заметить? Что в PHP мы обычно, чаще всего мы типы не пишем. Мы не пишем их никогда у локальных переменных. Мы чаще всего не пишем их у аргументов, у возвращаемых значений, особенно если это что-то сложное. А компилятор KPHP, он выводит. Он выводит это дело максимально точно, максимально близко к какому-то плюсовому эквиваленту для того, чтобы это дело быстрее работало. То есть если в PHP это у нас Z-валы, любая переменная в целом это Z-вал, то после компиляции KPHP это совершенно не так. При этом, если мы типа не пишем, компилятор их выводит, а если мы вот напишем PHP-doc, например, или type hint, тогда KPHP это дело проверит. То, что это действительно все совпадает. Если копнуть чуть поглубже, собственно, у нас есть PHP-код. Что с ним происходит детально по шагам? На самом деле, многие, кто либо писал какие-то свои собственные парсеры, либо просто знаком терминологией, для них это будет достаточно все банально и очевидно. Сначала PHP-код анализируется лексером. Получается гигантский-гигантский набор токенов, таких линейных. Потом из этого делается AST, абстрактно-синтаксическое дерево. Это уже дерево, которое соответствует семантике языка, приоритетам операций и так далее. После того, как это дерево сделано, оно сделано для каждой функции, мы начинаем вычислять, какие функции достижимы, откуда, куда может дойти управление, какие переменные на чтение, на запись, ну и вот всякий control-flow-граф это называется, как проходит управление и связывание функций. Когда мы все дело построили, тогда вот происходит этот механизм вывода типов магический. Имея типы, потом можно сделать всякие разные оптимизации, compile time, например, вот вынести константы, как мы обсуждали, или, например, понять, что это переменная, передается функция, используется только на чтение, и, следовательно, можно сделать ее по конссылке, не флапать рифкаунтер при передаче, ну и много других оптимизаций. И когда все-все-все проделано, то все функции класса проходят через стадию кода генерации, и получаются вот эти плюсы на выходе, которым прибавляется runtime, прибавляется web, но это не все. Собственно, мы с кода генерили, добавили уже написанные модули. Что дальше происходит? Дальше это дело компилируется GCC, плюсовым компилятором. Получается такой гигантский бинарник. То есть весь ВК – это на самом деле гигантский бинарник, который можно запустить. Этот бинарник, он дипплоится, то есть раскидывается на примерно 6 тысяч серверов на бэкэнде у нас, и на каждом из серваков запускается. Но на самом деле, когда он запускается, он не сам обслуживает запросы, запускается мастер-процесс, он порождает кучу вёркер-процессов, и вот эти вёркеры уже обслуживают тот PHP-код, который пишут разработчики. Вот через такую цепочку у нас все и проходит. Получается, что КПХП – это не только сконвертировать в C++, это вот добавить много чего еще и учесть много чего еще. Плюс много архитектуры ВКшной заточено под это дело. Если говорить про цифры, что у нас по цифрам ВК – это проект действительно большой. Там очень много всего. Примерно 6 миллионов строк кода у нас по PHP, но чуть больше на самом деле. Из этого получается 220 тысяч C++ файлов. Бинарник, если его вот просто в тупую скомпилить, слинковать, получится гигантский почти 3 гигабайта на самом деле. Если с нуля, совершенно с нуля без оптимизации, это делается 7 минут. То есть много. Долго, но зато работает быстро. Мы с вами посмотрели, какой путь проделывает PHP-код. Мы обсудили вкратце, что из PHP получаются плюсы. Ну и как-то там дальше это работает. На самом деле, я думаю, что все догадываются, что под капотом там есть какие-то такие вещи, которые совершенно неожиданно возникают, которые с первого взгляда не видны и даже, наверное, об этом не догадаешься. И вот в ближайшие 8 минут хотелось бы про несколько таких вещей рассказать, с чем нам приходится работать, с чем нам приходится сталкиваться для того, чтобы это в итоге все было гладко для пользователя, для PHP-разработчика, в смысле пользователя. Во-первых, к PHP-код, он должен действительно покрывать все возможности PHP и работать точно так же по PHP. То есть мы же, когда пишем на PHP, мы разрабатываем, запускаем PHP-код и мы ожидаем от него, что когда он будет скомпилирован, он будет работать так же. Следовательно, все, чем мы пользуемся в PHP, мы должны реализовать. И когда мы говорим про то, что мы к нашему плюсовому коду, кодогенеренному, прикрепляем рантайм, на самом деле вот этот рантайм это гигантская штука. Что там внутри у нас есть? Ну, во-первых, в PHP у нас, соответственно, там всякие строки, массивы, ревкаунты, copy-on-write и так далее. То есть все, как работает PHP, мы должны точно так же реализовать это у себя и точно так же поддерживать и проверять все абсолютно edge-кейсы для того, чтобы в Prode оно работало идентично. Мы должны точно так же заполнять всякие разные супер-глобалы, мы должны точно так же реинить состояние, точно так же работать со статическими переменами и прочее абсолютно, как это делает PHP. И даже несмотря на то, что PHP, допустим, после каждого запроса умирает, а потом восстанавливается, KPHP так не делает, но он должен делать вид, что как будто бы это так. Над всякими строками, массивами мы проводим разные операции. Мы, ну, в PHP помимо функций есть всякие разные, как работает сложение строки с числом и так далее. Это все должно работать точно так же. И, соответственно, стандартная библиотека curl, SSL, регулярки и прочие кодировки, они, поскольку мы не используем никакие PHP-шные исходники, это все самими нами написано, и причем, опять-таки, оно должно быть написано точно так, чтобы работать точно так же. Куча-куча-куча всего, на самом деле, там внутри. И вообще вот этот run-time, он, скорее, даже сложнее, чем сам компилятор, который переводит из PHP в плюсы. Ну и, понятное дело, он написан так, в связке с компилятором, таким образом, чтобы совпадали типы, чтобы совпадали всякие разные плюсовые связи. Но помимо того, что нам нужно его, все возможности PHP покрыть, нам всегда нужно держать в голове, что PHP достаточно странный язык, и он отличается в целом от многих более строгих языков. Например, мы привыкли, что числа и строки, это одно и то же. По крайней мере, числовые строки часто ведут себя как числа. Не всегда, но достаточно часто. Их можно складывать с числами, их можно использовать в качестве индексов, массивов. Иногда они себя ведут как числа, иногда нет. И мы должны при разработке компилятора, при разработке run-time все эти нюансы абсолютно знать, даже те, с которыми ты в обычной жизни не встречаешься. PHP приучен работать как-нибудь. То есть там, например, можно взять тангенс от строки, он что-то выдаст, или поделить массив на строку, извлечь корень из объекта и как-то он отработает, что-то он выдаст. И если мы хотим обеспечить такое же поведение, и мы не смогли на этапе компиляции протрекать, что так делать нельзя, то в run-time как-то мы тоже должны работать. Не секрет, что с наименованием функцию PHP не все гладко, как и с возвращаемыми значениями. Например, microtime true возвращает float, а microtime false возвращает массив. И много на самом деле PHP функций, которые, ну, не очень сильно предназначены для строгой типизации, за которую мы топим. И, следовательно, если мы хотим оставляться в рамках PHP, мы должны делать это так же, в ущерб типам, в ущерб чему-нибудь еще. Или вот продолжая тему операций тех же самых, можно сравнить два массива, там, на меньше, например, в PHP. Я могу с легкостью написать два массива, каждый из которых будет меньше друг друга. И опять-таки, как-то это работает в PHP, и нам все нужно знать, абсолютно все вот нюансы, даже очень странные для того, чтобы это реализовать. И мы всегда при реализации каких-то новых вещей, особенно поначалу, мы всегда думали, и что нам делать? Вот PHP как-то сравнивает массивы. Но вообще сравнивать массивы – это очень странное вообще желание. А нам либо делать так же, либо это пытаться запрещать и говорить, что мы с этим не работаем, ну, либо забить и считать, что пусть оно работает как-нибудь, просто если ты сам написал так, ну, сам виноват. И всегда есть эта грань, каким образом нам реализовывать какие-то PHP-штуки. И вот последняя такая сложность, неочевидную, про которую я расскажу, это stacktrace. Вот представьте, что у меня есть много PHP-файлов в моем проекте, больше одного. Я написал какую-то функцию, она там принимает параметры, объединяется строкой, кто-то где-то написал какой-то вызов, и произошло так, что массив, который он написал, он попал в мою функцию, printA объединился со строкой, а в PHP, когда массив конкурентируется со строкой, получается замечательное слово array. Но в PHP все-таки там можно настроить нотисы, он скажет то, что получилось слово array, то, что, наверное, ты этого не хотел, но самое главное, он что скажет? Он скажет, в каких файлах это дело было, через какие файлы прошло управление, напишет номера строк, напишет название функции, через которые прошло управление, все, казалось бы, хорошо, но у нас-то не PHP, мы берем весь этот самый PHP-код, компилируем в плюсы, а stacktraces на C++ выглядят примерно так, то есть максимум, что мы можем получить, это адреса по call stack, адреса вызова функции, ассемблерные, как смещение в памяти, и максимум через EBI, задемангленные имена функций, все, и, собственно, хочется разработчику все-таки при возникновении таких ошибок как-то сказать то, что у тебя ошибка вот там-то, она пришла вот оттуда, примерно так же, как PHP. Как мы проблему эту решаем? У нас есть два хитрых момента на этот счет. Во-первых, когда мы генерим плюсовый код, мы всегда над каждой плюсовой строчкой, которая получена из какой-то PHP-строчки адекватной, мы вставляем комментарий плюсовый в виде этой PHP-строки. То есть всегда изгенерированный код выглядит как комментарии PHP-шные, перемешанные с плюсовым кодом на самом деле. Получается, что если у нас есть какой-то, мы можем извлечь плюсовую строчку, мы можем наверх отступить, найти комментарий, и это будет PHP-шная строчка. Потом, когда вот мы с вами рассматривали то, что мы используем GCC для компиляции, мы на самом деле компилируем бинарник с дебаг-символами. Дебаг-символы — это как раз-таки символы, по которым, что бинарник получается намного больше, чем нужно, но зато можно плюсовые адреса превращать в какие-то более-менее разумные имена. Мафия — это обратно в плюсовый код. Вот этот бинарник, он большой, его нельзя деплоить на прот, и он на самом деле потом стрипается, получается маленький бинарник уже без дебаг-символов, который деплоится. То есть у нас получается два бинарника на самом деле. Один большой, он сидит и не работает, он просто нужен для того, чтобы был, а второй маленький, он деплоится. И вся фишка в том, что это делается все таким образом, что если в продакшене происходит какая-то ошибка, и у нас есть плюсовый адрес, мы этот адрес можем замапить на старый бинарник с использованием Adder2Line утилиты и получить уже плюсовый, на самом деле раздемангленный стэктрейс с номерами строк в плюсовом коде оригинальном. А мы ведь помним, что над плюсовым кодом есть PHP-шный. То есть получается, что когда происходит ворнинг на проде, мы берем стэктрейс с плюсовыми адресами. Это все дело сгоняется там в единую базу ошибок. Потом есть специальный демон, который берет эту базу ошибок и Adder2Line с теми же самыми адресами бежит в дебаг-бинарник с дебаг-символами. Мы получаем плюсовые исходники, плюсовые локейшны, точнее. Мы отступаем над ними чуть наверх, и там PHP-шные строчки, которые были сгенерены изначально. И вот эти PHP-шные строчки мы уже показываем разработчикам. Понятное дело, что на этом не все. У нас куча других проблем. Например, что для реализации исключений мы не можем использовать исключения. В общем, об этом можно слишком много говорить. Мы с вами и так уже много технических штук обсудили. Поэтому перейдем, давайте, более к практической части такой. А именно, чем же все-таки к PHP и PHP отличаются? На какие уступки нам приходится идти внутри ВК и за счет чего мы выигрываем? Сначала мы начнем с того, что мы не поддерживаем. То есть что к PHP, в к PHP нет, то, что есть в PHP. Во-первых, мы не поддерживаем то, что некомпилируемо. Помните еще вот в самой первой части, там был такой сниппет, мы делали строку с именем функции, делали call user fung, а к PHP говорил compilation error. Так и есть. Мы много, что в других компилируемых языках не поддерживаем, мы тоже не поддерживаем. Всякие Mocky, Reflection, Eval, там, PHP unit полностью, это не может быть скомпилировано к PHP просто теоретически. Но на самом деле и не нужно. То есть мы считаем, что то, что мы не компилируем, просто так делать не надо, по крайней мере в продакшене. Мы не поддерживаем то, что ломает систему типов. А именно, в PHP мы можем там в хешмапу сложить одновременно объекты, массивы, числа. Ну, как бы там все задвалы, понятное дело, можно. У нас так нельзя, что даже когда ты типы не пишешь, ты должен об этом думать. И если у тебя типы не сходятся, если PHP их вывести после этого не может, значит, код некорректен, значит, он не скомпилируется, иди переписывай. Поэтому мы просто динаем очень много кода, который ломает систему типов. Просто мы заставляем разработчикам думать, что они пишут не на PHP, они пишут на строгом типизированном языке. И тогда мы работаем. Мы никогда не поддерживали то, что нам как в ВК не было нужно. Помните, я же рассказывал про то, что до того, как PHP был сделан, на самом деле были сделаны куча движков. Всяких разных движков. И они до сих пор есть. У нас их очень много. И, следовательно, нам никогда не нужно было ходить в Мейскуэр, ходить в Postgres, ходить в Redis, Tarantul и прочие базы данных. Поэтому то, что нам как в ВК не было нужно, мы это просто не поддержали. Опять-таки, это все можно сделать, просто нам не было этого нужно, и у нас этого нет. Поэтому в КПХП этого тоже нет. Все просто. Ну и еще КПХП поддерживает достаточно хороший уровень ПХП, но на самом деле не все. У нас не поддержаны, например, генераторы, мы их не используем. Не поддерживаны частично ссылки, потому что это сложно. И на самом деле много всяких мелочей, которые просто либо не было времени, либо мы еще не добрались, либо решаем, что это просто как-то давайте не будем лучше так писать. И да, то, что мы не поддерживаем, просто бэкендеры ВКонтакте не используют этот синтаксис, не используют эти возможности. Но на самом деле это все такие минорные штуки сейчас уже, что в целом нас это никак не коробит. И вот, собственно, у нас собственное решение. Там компилятор, куча всяких разных сложностей. Плюс мы много чего не поддерживаем. И спрашивается, а зачем тогда? В чем тогда профит? Что мы от КПХП получаем? Ну, во-первых, я еще раз хочу развеять миф о том, что... Сыра. Еще раз хочу развеять миф о том, что мы в ВК пишем на функциях и процедурах. Нет, это не так. Пару лет у нас уже нормальный язык. У нас есть лямбды, классы, интерфейсы. У нас есть все, что нужно, примерно на уровне КПХП 7.4. Как я уже неоднократно акцентировал, самое главное, что делает КПХП, он выводит типы. Он выводит типы локальных переменных, массивов, аргументов, возвращаемых значений и прочее. Это все дает нам скорость. То, где КПХП действительно, то, где разработчик подумал об этом и, следовательно, КПХП сумел это вывести, там это дело работает значительно быстрее, чем задвалы, потому что нет никаких аллокаций в куче. Это все может быть размещено на стеке и прочее, и прочее. Отдельно стоит сказать про объекты, а именно про КПХПшные классы, что это, опять-таки, если в КПХП это хеш-таблица, то у нас это не хеш-таблица. Мы КПХПшные классы маппим напрямую в плюсовые структуры, и при этом у всех полей есть типы. То есть то, что вот мы пишем, например, в КПХП-доке, если разработчик это делает, это все маппится напрямую в плюсовые структуры, с теми же самыми типами, и, следовательно, это работает, во-первых, намного быстрее, в десятки раз быстрее, чем хеш-таблица, во-вторых, требует намного меньше памяти, потому что все обращения к полям это уже обращения к заранее типизированным смещениям в памяти, вот и все. И плюс к этому, поскольку у нас все-таки компилятор, у нас очень сильно развязаны руки, и мы можем делать всякие вещи, которых в КПХП нет и не может быть. Во-первых, у нас есть асинхронность. Это не многопоточность, это именно такие грин-трэды, картины, похожие примерно на Go. То есть мы можем делать так, что пошли, например, посылать запрос в движок. Пока он посылается, и мы ждем ответа, пошли выполнять другой участок кода. Как только ответ пришел, мы вернулись туда, восстановили состояние, пошли дальше выполнять. За счет этого есть параллелизация. В КПХП это, естественно, нет. Когда мы с вами рассматривали, как работает, как запускается мастер-процесс, и он порождает кучу вёркеров, вот эти вёркеры на самом деле, у них есть способ связывания между собой со специальной шариной памятью, куда можно всякие разные помещать объекты. Вёркеры могут общаться между собой, скрипты могут общаться между собой или между своим первым исполнением и вторым. Там можно что-то кэшировать такое горячее, плюс компилятор проверит все наимутабельность, то, что ты это правильно используешь, даст тебе просто в КПХП-код прямые указатели плюсовые на ту память, и за счет этого мы можем... Мы много чего поускоряли таких локальных вещей. Опять-таки в КПХП в таком виде этого не может быть. Поскольку у нас компилятор, мы делаем очень много проверок на этапе компиляции. Мы проверяем все типы, и мы проверяем всякий разный плохой код, отсекаем сразу же, потому что уровень представления о коде намного выше, чем у любого линтера. Ну и опять-таки, поскольку это все компилируется, мы можем делать кучу оптимизаций, о которых я частично уже рассказывал. Именно во время компиляции, когда мы вывели все типы, мы можем инлайнить функции, как будто бы их вообще нет. Мы можем, например, делать всякие разные... Ну, то, что можно назвать условно zero-cost abstractions. В КПХП это будут всякие вызовы функций, а у нас там геттеры, сеттеры какие-нибудь... Никаких вообще не несут оверхедов в фронтайме. Потом, не так давно, у нас появился плагин для IDE. Поскольку у КПХП система типов намного шире, раньше IDE не понимала наши всякие разные расширенные типы по типу там, кортежей, по типу всяких вложенных массивов, вложенных структур. А сейчас, если разработчики используют PHP Storm, они могут поставить наш плагин, он будет... Во-первых, IDE будет понимать наши типы, а во-вторых, прямо во время разработки подсказывает, где не сходятся типы, именно причем подсказывать по тем же правилам, по которым делает это КПХП. То есть очень строго. То, что вместо строки там нельзя числа передавать, что в массивах нельзя смешивать объекты разнородные и прочее. Даже без компиляции мы теперь видим все ошибки прямо при разработке. И, конечно же, это скорость. Единственный грамотный способ замерить скорость это взять реальный сайт, а именно ВК, и прогнать там КПХП. А поскольку все у нас написано на ПХП, мы можем сравнить ПХПшную версию и КПХПшную. На самом деле у нас получается вот примерно от 3 до 10 раз производительность выше, чем с ПХП 7.4. Это много. То есть ради этого, как бы, даже если мы что-то где-то не поддерживаем или что-то где-то не компилируем, это действительно много для продакшена, для наших нагрузок. Вот. Если вот прям упороться, у нас есть, например, вещи, которые, такие модули, которые вычисляют, производят вычисления по разным моделям, обсчитанные с помощью машин-ленинга. Греволидные структуры или там нейронки. Вот там чистая математика, там как раз-таки мы можем использовать все возможности КПХП по типизации, потому что бы компилятору подсказывать. И вот на таких конкретных участках кода, которые мы именно прям фокусированно хотим ускорить, и там, где вот все с типами хорошо, там мы выигрываем вообще в десятки раз на самом деле. То есть для нас профит гигантский. Особенно если там, если не позволять себе вольности, а думать про типы. Ну и давайте перейдем к последней части. Как раз у нас осталось чуть больше пяти минут, и мы поговорим про open source. То есть я вроде как с одной стороны сказал то, что КПХП дает нам кучу профит, а с другой стороны то, что мы не поддерживаем. У нас бывало, часто спрашивали, когда мы все-таки выйдем в open source, я обычно отвечал вот так. Если все-таки ответ не устраивал, я говорил, ну, когда-нибудь. Но все-таки мы на этот счет сейчас очень сильно запарились, и последние два месяца мы занимаемся исключительно этим. И на самом деле это произойдет вот-вот. В ноябре 2020-го. Примерно через месяц. Может, чуть меньше. Мы рассчитываем, что мы все доделаем и выложим наш компилятор для сообщества. Понятное дело, что это очень непросто как для нас с точки зрения разработчиков, так и для тех, кто будет его использовать. Для нас это непросто в первую очередь, потому что очень много технических проблем. У нас же КПХП очень сильно завязано на наши движки, на наши внутренние зависимости, внутренние технологии. И вот так вот просто откорчевать, скайпелем отрезать так, чтобы это можно было отдельно выложить. Очень много проблем. Ну, действительно, мы там больше месяца уже этим делом занимаемся и еще не закончили. Для сообщества и для нас тоже проблемы, опять-таки, мы должны осознавать, что вот несмотря на то, что мы КПХП, например, выложим скоро, все-таки мы не поддерживаем базы данных стандартные, потому что мы всегда поддерживаем только ВК-шные движки. Я об этом рассказывал. Поэтому просто так подключиться к мускуле или к возгрессу, ну, не получится пока что, пока мы это не сделали. То есть можно рассчитывать именно первый этап – это заглянуть, посмотреть, посмотреть, что простые скрипты действительно компилируются, действительно работают быстрее, действительно там получается плюсовый код и когда-нибудь своими силами или уже с помощью сообщества наверстать те штуки, которых у нас нет. Потому что они технически делаемы, просто никогда нам не были нужны. Но самый главный поинт на самом деле следующий, что, например, мы сейчас не будем этого делать. Например, еще год-два мы продержим КПХП у себя, мы сделаем еще быстрее, мы поддержим ПХП-8, мы поддержим там что-нибудь еще, придумаем очередную шареную память, поддержим микросервисы и прочее. Но, допустим, через два года мы попробуем это снова выложить, и будет то же самое, потому что мы до сих пор не поддерживаем Postgres. А зачем мы его поддерживать? Он нам все равно не нужен. До сих пор не поддерживаем всякие разные стандартные вещи, которые нужны сообществу. Поэтому неважно, сделаем мы это сейчас или через пару лет, ну, будет примерно то же самое. Поэтому почему бы и не сейчас? Поэтому достаточно скоро мы заопенсорсим КПХП в том виде, в котором он есть, ну и дальше посмотрим. Итак, мы с вами разобрали, как КПХП устроен, какой путь проделывает ПХП-код от начала до продакшена. Рассмотрели, чем мы лучше ПХП, чем мы хуже. Сказали, что скоро будет open source. И напоследок что хочется сказать? Напоследок хочется сказать, что все-таки для нас очень много профита, как для ВК. В первую очередь потому, что мы заставляем разработчиков думать о типах. Разработчики об этом действительно думают. Все взаимодействие с движками типизировано. И поэтому получается, что профита много, а благодаря там плагину для IDE, благодаря некоторым нашим текущим возможностям, страданий мало. Поэтому КПХП дает нам принципиальную возможность сделать то, что на обычном ПХП мы бы не смогли и давно бы уже загнулись. И еще раз про open source, что как воспринимать все-таки? Неправильно воспринимать, что появился КПХП, вдруг он стал доступным, и вы взяли КПХП и скомпилировали свой проект. Нет, это не так. Так не работает. У нас очень много ограничений, про которые я говорил, про которые будет документация и прочее. Тут скорее нужно воспринимать так. Вот есть у вас ПХПшный проект. Если кто-то придет к вам и скажет, ну, перепиши проект на Go. Так на него можно посмотреть. Типа, ну, все мы понимаем, что язык просто так не сменить. Это надо заморозить всю разработку, исключительно заняться переписыванием. И пока это дело не будет переписано там на тот же Go, это не может быть запущено в продакшн. В случае КПХП это получается чуть другое направление. Несмотря на то, что КПХП проект не скомпилирует, если задаться целью, его можно переписывать итеративно. То есть посмотреть, в чем мы упираемся, посмотреть, где какие ошибки происходят. И начать постепенно ПХП-код свой менять так, чтобы он когда-нибудь скомпилировался. Сегодня что-то сделать, завтра что-то сделать. А самое главное, это постоянно будет обкатываться на продакшене, потому что это остается валидным ПХП. То есть когда-нибудь процесс завершится. Понятное дело, что вот когда мы доделаем это, чтобы можно было к базам данных ходить и прочее, то есть тогда вот позиционирование будет именно такое, что не мы взяли ПХП и ускорили, а то, что по факту ПХП это такое средство, очень удобное средство для того, чтобы разрабатывать на КПХП. Вот так. Ну и на этом у меня все. Спасибо, Саша, за доклад. У нас совсем мало времени, но есть один вопрос от Димы Стогова. Вот он когда рассказывал, я его спрашивал, есть ли у них какие-то планы сделать так, чтобы ПХП компилировался в бинарник. Вот он сказал, что нет, если вам надо, делайте сами. Видимо, я имею в виду вас. Он спрашивает, сколько времени собирается бинарник ВК, когда сначала у нас КПХП работает, а потом Make G++? Ну, как я говорил, это происходит около 7 минут, ну, то есть у нас очень много исходников, 6 миллионов строк примерно, от самого, от старта до того, как бинарник уже получился, проходит примерно 7 минут. Однако это потом у нас как бы интервентальная компиляция идет. То есть один раз он такую штуку проделал, а потом мы немножко поменяли код, и, следовательно, он там собрался, собрался секунд за 20-30 уже. Вот именно сам ДИФ. Он протрекал все зависимости, протрекал, что поменялось. То есть 7 минут с самого нуля, это когда вот с самого нуля, с чистого листа, а потом инкрементально. И инкрементально это достаточно быстро все-таки. Спасибо. Все, времени уже нету.